Хигурашина, на какой ровни, 111 эпизод. Кругом не фонаря, и страшно уже от того, что я бегу в темноте. Хоть небо и озаряла луна мне под ноги, она не затягивалась. Оставалось полагаться лишь на тоненький пучок света от карманного фонаря. Он, правда, высвечивал плоскую поверхность дороги, но за световым пятном царила кромешная тьма. Все-таки недалеко от истинное книжное выражение черен как сажа. Как бы не полететь вверх тормашками из запнувшейся камешек или банку из-под глизировки. Боясь упасть, я судорожно светил фонариком, то прямо под ноги, то чуть дальше. Но успокоиться никак не мог, и незаметно бежал все медленнее, а потом в охте перешел на торопливый шаг. Это что же, я перестал бежать, побоявшись запнуться в темноте и упасть. Так, днем-то я спокойно бегаю, вовсе не поглядя под ноги. Бегаю, играю с Реной, с Мион. Даже днем я все равно не вижу, что у меня под ногами, не гляжу. Мне в голову не приходило бояться падения при беге по точно таким же дорожкам. Думаю, все равно сейчас творится нечто подобное. А, вот к чему это было, я только хотел спросить, нахрена ты это, блин, все мне рассказываешь. Ранее тоже не хватает света, чтобы рассеять мрак подозрений рождающих демонов. И темнота бреда, принятого ею на веру, все темнее и гуще, и страшно уже ходить по порывочным дорожкам до того, что на четвереньках ползешь. Смешливые могут смеяться над ней. Поглядите только, в какую чушь поверила. Трукти тетради далеко не просты. Они ловко морочат умочитателей и проникают сквозь прежь в их защите, дабы чинить вред. Их злый чар, и мой ум похитили, пускай всего на ночь. Это, знаешь, не сильно большая задача. Оттуда я и знаю об их злодейской природе. Но, знаете, обо всем знакомых городских байках, скажем, о предсказании Нострадамуса или фиолетовом зеркале. А что за фиолетовое зеркало? Сплошь выдумки чистой воды, аккуратно слепленной так, чтобы походить на правду. Послушаешь, нутром чуешь бред. Но стоит хоть на секунду поверить в них, и отчего ты уже метлой с башки не прогонишь. Через полтора десятилетия или около того настанет 99-й год по западному календарю. Все знают про большое пророчество, что в июль того года мир сгинет. Телевизионщики без зазрения совести подливают масло в огонь, отчего некоторые действительно в него верят. Стоп. Разве не в 2000-е? Ну, типа, там, я помню, какая-то фигня с переходом была. Хайповали тысячелетия. Ну, дескать, Ностердамус предсказал ядерную войну. Говорят, они и строят на свои средства, и себя во дворе бомбоубежища, или думают заранее себя заморозить, чтобы разморозиться уже после спада радиоактивности. Такие люди действительно есть на свете. Убежденность им не занимать. Большинство моментов. Но, не знаю, фунчезла. Но, если просто взять и подумать трезво, то на какой стати в 99-м году начнется война? А вторая чеченская, когда началась? В 99-м. Пойман, как дешевка. Пускай холодное противостояние запада-востока внушает мысль о предстоящих в последней войне, ракета обеих сторон поровну, и от ядерной войны не выиграет ни одна из них. Но Советский Союз то может попытаться видеть мир даже ценой его уничтожения. Бредят они красной угрозой, и Советский Союз из-за их бреда легко заменить на семью Санадзаки, если тратит Аганусан без сковерканья смысла. Вот именно, в массовом заблуждении враг все время воображаемый, непонятный, плохо определяемый. Советский Союз, или нацистская Германия, или... Какие-нибудь там пришельцы! Опять они? Уж они-то могут, да-да, угождают глупцы себя выдумками возникшими на том месте. Да, нацистская Германия, это же бред выдумка. Я никогда не существовала. Да и советы тоже выдумка абсолютная. Кенчи, блядь. Какой же ты лупец. Что знала так Аганусана семья Санадзаки? Да ни черта. Она притянула за уши древнее пророчество Нигавчи, на основании которого несет чепуху, будто бы семья Санадзаки, и в наше время замышляет за курицами страшный план. Звучит, как еще одно лжепророчество. Как рассказ про нацистов, сидящих на базе где-то в Альдах Антарктики. А, он про это. Так и не оставивших платов по захвату земли во главе, на самом деле, не застрелившимся Гитлером. Такая же чушь. Соб, я знаю не про Антарктику, я знаю про... Аргентину и про Луну. Про Антарктику я, кстати, не слышал. Прежняя Рена лишь посмеялась бы, но теперь просто неудачно совпало. Только убила мамею Ирину и хоть же ТП. Как мы заступили ее с трупами, нервы Рены едва-едва выдержали. Мы смотрели, как она потихоньку поправляется. Но не успел ее рассуду как репнуть, как в Рену проник нерепый яд и разлился по всему ее тельцу. Точно так же, как от болезни слабеет иммунитет, другой болезни легче тебя заразить. Именно Рена просто-напросто приболела. Японцы такие, true story, бро. Когда у тебя сильный шар, ты бредишь и стонешь. В голову иногда лезут глупости, ох, братцы, кажись, помираю. Доктор же скажет, что ты много воображаешь. Лекарства пей, жри нормально. И спи день напролет, и так и вылечишься. Вот и с ней сейчас так же. Как там было у Русфега? Живи и дрожи. Ее ум слегка простыл, вот и всего. Что хуже, она вполне может попасться полицией, коль так продолжить ничего не соображать. По пути я встретил несколько полицейских автомобилей. Хм, полицейских автомобилей. Не, все-таки, походу, я оверсинкинг, это были просто полицаи. Просто очень странно, их реплики были как-то выстроены. Понятно. А есть его имя, этого японского ученого, его книга? Или он их придумал? Не точно ли это ученый, а не фантаст какой-нибудь? На расспросы отвечать не хотелось, посему я каждый раз спрятался. По-моему, машин было где-то две. Проезжаю дома Рену и заметил, стоящий неподалеку такого. Там не видели... Не видали автомобиль. Очевидно, в нем дожидались возвращения Рену. Мне кажется, приказался им защитить Рену, но если на чистоту, в их успехе я совсем не уверен. Все-таки Рена верит, что Санзаки за ней охотятся. Но если она им не дастся, то полиция ее схватит. А тогда дело рано или поздно дойдет до всех четверых друзей, помогавших с трупами. Хоть понятия не имею, что навело полицейских на Рену. Наверное, у них круче косвенных улик ничего и ни в чем они не уверены. Потому что если полиция бросает на поиски такие силы, знать... Некое веское доказ... Некое веское доказательство у них есть. Не глупи, Рена. Не время возиться с какими-то там тетрадками, так она сам. Ты аж полиция ищет. Из-за темноты я совсем не уверен, тут ли оно. Решившись, я спустился, не забывая светить фонариком под ноги. Хотелось громко позвать ее по имени, но полицейские вполне могли шарить неподалеку. Обогнув груду мусора, я увидал свет. Она тут. Пинками разбрасывая мусор, я побежала к ней. Рена Дэдэдсайд. Рена стояла в двери своего фургона-убежища со здоровенным тесоком на изготовку. Ну да, понятно. Я здорово пошумел, спускаюсь сюда. Я поводил фонариком по сторонам, но не заметил, чтобы тут кто-то был, кроме нас двоих. Как давно накатят. Хорошее уточнение. Шэроны воздала кровь фараона. Раны, раны такие, словно у нее какая кожная болезнь, и она не стерпев зуда расторопала шею до крови. А блин, точно, это же зала банят. Надеюсь, не успеет в ТХС. Спасибо огромное за над сердечком. Вижу плейлист большой, походу, судя, по донату. Ну ладно, лучше по чуть-чуть смотреть. А не за раз. Типа будет время на видосы смотрим. Ну, в таком духе. Там по несколько штук. И так потихонечку закончим его там. Да, я тоже думаю, так лучше будет. Да, я думаю, так лучше будет. Вспомнив омлет, Рена с Неной степнула мешки под ногой. Она как будто пинала доброту Мион. Рена удивленно посмотрела на меня. В ее взгляде появилось легкое раздражение. Мол, что ты несешь? Рассказывала же те, что семья Саназаки отъявлены и злодеи. Да, омлет. Да, омлет. На сегодняшний омлет, Миона разрезала омлет на пять одинаковых кусков и предложила нам брать пожелания. Рена первого стопала крайний кусочек и отправила его в рот со словами какие миленькие завитушки Хао. Рена первого стопала. Это байкинг-кейс. Это кто-то, что я не знаю, что это не было. Не знаю, что это. Зародил сомнение. Глаза Рены мгновенно загорелись враждебностью. Сейчас мои слова казались ей бредом. Она уверила, что ее отравили и твердо знала, что яд был в том кусочке. Потому и отказывалась верить мне, рассказывающему совсем другое. Я здесь не за тем, чтобы ее злить. Забразив, что любые возражения ни к чему хорошему не приведут, я на нее стал больше перечить. Она сказала, что не скажет. Она сказала, что я не знал, что я не знал. рано рассмеялась не понятным самими чующим смехом По крайней мере, самого преступления никто не видел. И даже с трупами все прошло гладко. Никто нас не видел, а могила замаскирована безупречно. Ну и в конце концов, меня перенесла мешки в потайное место. Стало быть, трупов найти не могли, не могут и не найдут никогда. Вот черт, ну точно. Рано же не знает, что Мён позаботилась о трупах. Поэтому я думала, что они все еще должны быть там. Минь-чан. Минь-чан. Резня. Минь-чан. Наказать за это. Минь-чан. 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 Милая волна, и я удержала все. Но я думаю, что это не так. Как мы все устали? Как вы внести его права? Я не знаю, что это? Почему Милая волна? Да, верно. Вы не сможете делать это. Безусловно, что самое главное, что Милая волна, это эффект, что мы признаем своего богата. Купит, клятись! Да, это было немного не только... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 читаю а пока то что карьера в салилу ториноза комминитива и десертами сама сама на рачу оконат но плоскоземельщик тут этот господи кейч для диагон и токкинила кинзок хен оуме комсона контролю ареева гайкин дако кио 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 когда она призналась я зарану короче болею я резко подошел крайне ответила тяжелую оплеуху хотя бы это хоть бы это привело в чувство рано потерл запястье не услыхав возражение продолжал о майно и у чужинが地球を侵略してるって話 о майが本気で言ってるなら たとえ世界中が信じなくても 俺は信じてやる 俺はお前の仲間で 一番最初の味方だからだ でもな ならお前も聞いてくれ仲間で味方の俺の言葉を聞いてくれあの高野さんのスクラップ帳 はぁ でっちゃゲロインチキなんだよ 本当さ 高野さんはオカルトマニアなんだ ガンダーガンダー ヒナミダーの古い歴書いろいろに解釈して遊んで 神説を書き上げては人に呼ばせて回ってるだけなんだ だからして中が道路コードという説以外にも ゆうふぉ うほうが同高度な Продолжение следует... 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 Рейна это Рейна, а что там делала Рейна на переезда, плевать Нет, там вообще что-то странное Там какая-то фигня была Давно было дело Да, там вроде что-то с системой другой связанное Субтитры сделал DimaTorzok А, так было, да? Ясно Ну, в любом случае Он гений, да, это надо помнить Так же с Кейдж Куном, все равно Мне, что он там натворил, тут мы квиты Д...大丈夫? Рейна? Снимай, кегараваши 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 а на него укачу кейч-кан как считается в это си кейч-канга хитко стекли чокзей не до укута стир меня как будто бы целиком покрыл и ней я и сами мысли сковала льдом невозможно не может быть откуда она знает ойси-сан не и и и Я не могу. Это... не... Ты говорил очень плохо. Я не могу говорить с Сатоко и Рика. Если я не знаю, это не страшно, я не верю. Я не верю. Нет, нет, нет! Это было... Заток... Я забыл, кстати, брайя, да Он пиздул детей? Just for fun Я бью женщину детей Потому что я сильней Он серьезно так делал? Ахахаха Нужно... Это действительно... Что произойдет? В июнье В несколько дней Я мог бы, что он не знал И запутал его из модельган Это страшное事 Ну... Это было ему лет 13-12 Типа Ну не сильно, конечно, хорошо, но блин Не что-то прям Ужасное Фига не В Японии делать нечего, если пацан с водным пистолетом нагоняет шороху Оу, ну ладно Не, ну опять же Дети типа много херни творят, которая на самом деле может быть опасной Хоть они этого не понимают Но делают они не потому что Типа считают, что делают что-то страшно и опасно Просто потому что они типа Just for fun Потому что они, блин, дети Водный, водный А, нет, из игрушечного пистолета Может быть и нет Я вообще подумал про водяной Одно, что они играли водяными Наверное, я из-за этого подумал Ладно, окей, может быть игрушечный обычный Стандартный Ну блин, игрушечный пистолет Обычное дело в детстве На самом деле По-моему, у нас тоже были Пульками стреляли Типа всякое могло случиться Так-то, если подумать Ну типа он тебе в голове придумывал, что у меня там миссии где-нибудь Убивать НПЦ Получать голду там Я думал он бегал пизду Извините С Нагитом прописывал Я не знаю Короче, прям Реально Очевидный Прям Ощутимый вред Наносил Вот так Прямо Я не знаю. 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 Я не знаю.